Сокол вперед! Этот лозунг долгое время скандировали болельщики саратовской команды с трибун одноименного стадиона. Правда, за долгие годы без присмотра спортивный объект пришел в плачевное состояние. Поле, территорию вокруг него и трибуны власти решили привести в порядок. Когда патриотические кричалки будут слышны со стадиона снова, узнал Станислав Жижин. Команда Сокол играла здесь, знаете, начинала отсюда. Так было почти 9 лет. Стадион «Сокол», построенный в 1972 году, являлся домашней ареной одноименного футбольного клуба. После объект перешел в собственность к частным лицам. За это время из него буквально выжили все соки. Трибуны облезли, беговые дорожки остались без покрытия. Здесь же была лозунгатическая беговая, да? Ну, вот и есть. А, она и есть. Близистая еще где-то осталась без покрытия. Так просто она, конечно, в минуту была. Умирающий объект со временем вовсе закрыли и уже хотели отдать под застройку. На месте, где в 80-е и 90-е годы кипели футбольные страсти, хотели построить многоэтажки. Но этого не случилось. Областные власти после нескольких лет переговоров с собственниками взяли объект под свою опеку. Мы вчера время решение общаясь, что мы стадион сообща, достанавливаем, передаем городу. Последующее управление, содержание, потому что полномочия города, вот эта тема не проследуется. Понимать по этому интересу у нас должен у всех быть прямой, что это не для кого. А именно для кого. Вот это понимание должно. Поэтому мобилизация всего депутатского корпуса. Стадион, несмотря на плотную застройку вокруг своей территории, имеет большой потенциал, отметил Валерий Радаев. Строителям нужно рассмотреть вариант устройства дополнительных объектов, чтобы создать не просто футбольную площадку с трибунами, а универсальный оздоровительный комплекс. Рассматриваем возможность привязки бассейна. Ставим не здесь, не на этой поляне, а там. Я думаю, что возможность нам там позволит зимнюю коробку обязательно. Она тут пишется и будет нормально. Главное, выполнена основная задача. Единственный крупный спортивный объект в Ленинском районе Саратова получит второе дыхание. Правда, сначала специалисты займутся его обследованием. Десять лет этот стадион не эксплуатировался. Большая работа здесь предстоит сделать и в разрезе самой территории, и в разрезе коммуникаций, возможности подключения их. Наверняка больше из них будет построено заново. Поэтому в 15 июля будет уже все понятно по всем видам основным работ. Это потребует вложения приличных средств, каких станет известно после полного обследования. По словам главы региона, финансирование – это вопрос второй. В областном бюджете деньги найдут. Правда, и от помощи частных инвесторов не откажутся. Станислав Жижин, Сергей Зацарный, РЕН-ТВ, Саратов. Продолжение следует...